МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте. Президент Беларуси в эти минуты принимает участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Александр Лукашенко прибыл в столицу Казахстана с рабочим визитом накануне. Кроме белорусского лидера, участие в саммите принимают президенты и еще четырех стран, входящих в интеграционное объединение. Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстана. В повестке дня Высшего Евразийского экономического совета 14 вопросов. Среди них углубление отношений ЕАЭС с третьими странами и международными объединениями. Чистые важные для Беларуси вопросы формирования общих рынков, газа, нефти и нефтепродуктов. Главы государств уже провели переговоры в узком и расширенном составах. Проблемных тем звучало немало. И как во время этого диалога отметил Александр Лукашенко, равные экономические условия в ЕАЭС и безбарьерная среда до сих пор не созданы. К сожалению, не все развивается так, как мы планировали. Проблемы еще остаются. Самые острые из них мы сегодня обсудили. Прежде всего необходимо перевести теоретические наработки в практическую плоскость. Во-первых, следует избавиться от внутренних изъятий и ограничений во взаимной торговле. Как бы наше объединение не эволюционировало, сначала таможенный союз, затем единое экономическое пространство, наконец Евразийский экономический союз, количество этих изъятий и ограничений не изменилось. Так и осталось на уровне шести сотен. Равные экономические условия для государств-участников ЕАЭС и безбарьерная среда до сих пор не созданы. Более того, после подписания договора наш внутренний торговый оборот только падает. В 2012-2013 годах он был на уровне 65 миллиардов долларов. В 2015-м году всего 45 миллиардов долларов. Во-вторых, нереализованной остается инициатива выработки механизма функционирования ЕАЭС в условиях применения одним из государств-членов односторонних мер защиты рынка в отношении третьих стран. Третье. В сентябре прошлого года на заседании Евразийского межправительственного совета приняты основные направления промышленного сотрудничества. Мы определились с параметрами согласованных мер по поддержке национальных производителей. Наметили ориентиры взаимодействия в развитии экспорта промышленной продукции. Теперь необходимо активно приступить к практической реализации поставленных нами же задач. Четвертое. Нами сделаны первые шаги по интеграции в энергетической сфере. Выработана, утверждена концепция формирования общего рынка электроэнергии. Сегодня мы рассмотрели такие же планы по газу, нефти, нефтепродуктам. Но от концепции до их воплощения в жизнь путь иногда бывает очень долгим. И причиной тому мы являемся сами. Поэтому нашей комиссии необходимо усилить работу в этом направлении, принять исчерпывающие меры для реализации указанных проектов. Наряду с этим давно обсуждается вопрос о создании единого рынка лекарственных средств и медицинских изделий. Однако и здесь дальше разговоров дело не пошло. В сегодняшней повестке дня многие вопросы связаны с определением места нашего Союза в мировой экономической системе. И все, что я сказал прежде, нужно для того, чтобы уверенно вести диалог с внешними партнерами. Для этого нам необходимо сформировать собственный высокоразвитый единый рынок. Нам надо самим быть сильными, надо укреплять всячески свой союз. Тогда нам легче будет вести диалог и с Европейским Союзом, и с Китайской Народной Республикой, и с другими. Тогда мы будем сильными выступать с единых позиций. Пока этого нет. И буквально несколько минут тому назад стало известно, что главы государства утвердили концепцию формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов. В соответствии с ней энергетические компании союзных стран получат недискриминационный доступ к нефтяной инфраструктуре партнеров. Смогут закупать нефть и нефтепродукты без количественных ограничений по рыночной стоимости. В эти минуты переговоры на саммите продолжаются в расширенном составе. По итогам заседания стороны планируют подписать ряд международных документов, где будут отражены решения по вынесенным на обсуждение вопросам. Подробности саммита в Остане смотрите в наших следующих выпусках. Министерство экономики Беларуси снизило цены на голубое топливо почти на 16%. Дешевле покупать газ будут предприятия, потребляющие не менее полутысячи миллионов кубометров в год, что может существенно отразиться на себестоимости продукции. Соответствующее постановление ведомства опубликовано на национальном правовом интернет-портале. В документе указывается и точная сумма за тысячу кубометров. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц она теперь составляет немногим более трех миллионов рублей. И к событиям в мире рекордный штраф грозит европейским производителям грузовиков. ЕС готовится взыскать около трех миллиардов евро с компанией за ценовой сговор. Крупнейшие холдинги по производству грузовых автомобилей сообща контролировали рынок, что привело к росту цен на все товары, которые перевозили с грузовым транспортом. Вдобавок, компании на протяжении 14 лет блокировали введение новых, более экологичных технологий, потому что им это было невыгодно. В Румынии в центре громкого скандала оказались медики. По уголовному делу проходит 77 врачей-онкологов. По данным Управления по борьбе с коррупцией, медики получали взятки от фармацевтической компании за то, что выписывали или рекомендовали своим пациентам препараты именно этой фирмы. В частности, в ходе расследования выяснилось, что в 2012 году врачи-онкологи вместе с семьями ездили отдыхать за границу. При этом все расходы были оплачены производителем лекарственных препаратов. Общие затраты на путевки, по данным прокуроров, превысили 520 тысяч евро. Трое пожарных попали под сход оползня на свалке около Львова. Проводится масштабная поисково-спасательная операция. На месте происшествия развернут полевой лагерь и медпункт. Ранее на территории свалки произошел крупный пожар. После того, как очаги возгорания были потушены, группа спасателей совершала обход территории. В этот момент произошел обвал мусора. Сейчас в регионе идет дождь. Специалисты опасаются, что это может провоцировать новый оползень. Очевидцами необычного происшествия стали водители в американском штате Миссисипи. Прямо на трассу там приземлился легкомоторный самолет. Пилот был вынужден совершить экстренную посадку из-за сбоя в системе управления. Появление летательного аппарата на дороге не на шутку испугало автолюбителей. К счастью, столкновение с проезжавшими по дороге машинами удалось избежать. Самолет благополучно вырулил на обочину. Ирина Мычко, телекомпания СТВ. Денежные премии и нагрудные знаки получили сегодня лауреаты и стипендиаты специальных фондов президента по поддержке молодежи. Это музыканты, творческая молодежь, победители Олимпиад. Вот уже 20 лет таким знаком внимания удостаиваются юные белорусы, которые преуспели в учебе и достойно представляют нашу страну в конкурсах, олимпиадах и фестивалях. В базе одаренной молодежи в настоящее время около 8 тысяч человек. Каждый год проходит вот такое замечательное мероприятие, когда чествуются эти молодые люди. Стипендианты этих фондов настолько востребованы сегодня в нашей стране. Это сегодня работники различных отраслей в любых сферах нашей страны. Самое важное, чтобы талантливая, одаренная молодежь оставалась в нашей стране. И те таланты, и те способности, которые есть у этих молодых людей, были реализованы именно у нас. Каждый год студенты и школьники привозят десятки наград. 2015-й не стал исключением. Только Дельфийские игры, в которых принимали участие более 2 тысяч человек из 15 стран, принесли Беларуси 14 медалей, в том числе 6 золотых. Требуется большая эмоциональная подготовка, не только техническая, так же и психологическая, и настройка, и все, и программа тоже была сложная. Нужно было подготовить программу в два тура. Приятно, когда страна про тебя помнит, когда тебя чему-то награждают. Но все-таки изначально самое главное, это должно быть любой предмет, и у тебя должно быть собственное желание либо побеждать в Олимпиадах, либо заниматься этим. Тем временем школьные каникулы открывают хронику летних ЧП. 12-летний подросток оказался в реанимации после игр со сверстниками на крыше вагона поезда. ЧП случилось на станции Минск-Южный. Компания ребят перебралась через забор, ограждающий станцию, и забралась на крышу одного из грузовых вагонов. Один из мальчиков колснулся линией электропередач, его ударило током. С серьезными травмами ребенка госпитализировали. По факту происшествия проводится проверка. Белорусские производители табачных изделий будут использовать пугающие упаковки сигарет. Таковы требования нового техрегламента Евразийского экономического союза. У производителей есть год, чтобы перестроиться. Графические изображения на пачках будут содержать картинки негативных последствий курения. Новообразование, слепота, инфаркт и другие. А также сопровождаться надписями на русском и белорусском языках. Преимущество этой упаковки заключается в том, что она не позволяет продвигать табачные изделия. И она позволяет показывать тот фред, который табачные изделия приносят как потребителям, так и окружающим. Это снижает спрос. То есть люди, в принципе, не хотят держать эту упаковку в руках. Неглебские текстильные традиции пополнят список историко-культурного наследия Белоруссии. Это уникальное явление народного творчества характерно только для Ветковского района Гомельской области. Богатство техник, ткачество и вышивки, разнообразие оттенков и сложный орнамент отличает неглебский текстиль. Это многоцветные рушники, скатерти, покрывала, занавески, а также предметы одежды. Неглебский наряд – один из наиболее архаичных и сложных нарядов белорусского народного костюма. Рушник вообще у них, любые, сильно берегут. Его, даже вот, если мать так и не давала, даже стирать его, только чтобы сама, и сейчас даже, вот, ну, машины, и во всех, ну, и они не дают. Вот эти рушники только украшали, вот, отвешали его к пастце. Далее спортивные обзоры, репортажи, эфирные видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите, смотрите и подписывайтесь, звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии. 290-66-00 или 1-600-700. Следующий выпуск в 16.30. И я прощаюсь с вами до этого времени. Субтитры подогнали Симон.